Здравствуйте, здравствуйте, хариум, здравствуйте все ребят, с вами Николай Николаевич, профессор йоги-медитации, Hindu University of America и Institute of Yoga Science and Research города Индор, штата Мадья-Падеш, Индии. Спасибо вам огромное за то, что вы поддержали мою такую инициативу смотреть на русском языке различных учителей йоги и давать свои собственные комментарии. Спасибо большое за то, что прислали мне целую кучу ссылок на разных там и гуру, и мы будем сейчас вот говорить и их рассматривать, соглашаться, не соглашаться и говорить вместе с вами, делать различные комментарии. В общем, вот Ира или кто-то мне прислали вот эту вот девочку замечательную, давайте мы ее послушаем. Привет, меня зовут Алина. Алина. Я инструктор по йоге. Если мы посмотрим на лицо Алины, когда она вот не морщит лоб, то мы увидим простое, чистое, удивительное лицо. Если это лицо не коснулось косметолог, то мы увидим, что лицо этой девочки не обезображено различными там морщинами. Меня зовут Алина. Я инструктор по йоге. Инструктор йоги. Она не гура, она просто инструктор по йоге. В данном видео я хотела бы рассказать о том, какое мое понимание йоги и как я отношусь к этой практике. Видите, человек сразу, Алина тоже, она говорит, это ее понимание. Она не говорит нам про вашишту, про будхат. Она говорит так, как она понимает вот эту вот философскую систему йоги. Изначально я хочу сказать, что многие люди считают, что йога это религия. Некоторые говорят, что йога это спорт. Я считаю, что йога это... Некоторые говорят, что это религия, секта. Некоторые говорят, что это просто спорт. Древняя индийская практика. Практика, философия, которая говорит, как тебе заниматься, что тебе нужно делать, какие практические инструменты иметь для того, чтобы достичь каких-то высот. Которая призвана сделать людей мудрее, умнее и сильнее духом. И самое главное, сильнее духом. И мудрее, и сильнее, и красивее. И в здоровом теле здоровый дух. Благодаря силе воли, силе духа. А еще с помощью йоги развивались духовно. Да. Сейчас же йогу используют в основном как физические упражнения. И исключительно как физические упражнения, превратив, значит, пастуральные, шведские пастуральные гимнастики, вот в это вот акробатические упражнения, которые несчастные все эти девочки делают. Для того, чтобы поддержать тело в тонусе. Но для чего мы это делаем? С помощью упражнений мы познаем себя. С помощью упражнений физических человек начинает познавать самого себя. Потому что во время выполнения физических упражнений мы вдруг ощущаем ощущения от своего собственного тела. Пусть иногда болезненные, пусть нет, но мы вдруг начинаем привыкать к своим личным, эмпирическим ощущениям. Мы познаем свое тело. Постепенно мы начинаем владеть каждым участком своего тела. Мы начинаем контролировать мышцы. Да, различные мышцы, можем контролировать мышцы горла, носа, мы можем контролировать мышцы тазового дна, мы можем контролировать диафрагму, можем контролировать любые мышцы в нашем теле, и это прекрасно. Видите, девочка говорит, что существуют асаны, и асаны это упражнения в большой-большой йоге, смотрите, просто девочка-инструктор йоги уже разделяет йогу на философию йоги и на физические упражнения, которые в ней есть, хотя их нет. Либо напрягать ту или иную мышцу, либо расслаблять ее. Когда нам тяжело находиться в той или иной асане, мы должны расслабить максимально наше тело, за счет этого нам будет легче выполнять эту асану. Если мы расслабим все наши мышцы, то нам вообще тяжело выполнять любую асану, вы тут сильно не расслабляйтесь, потому что как только вы расслабились, превратитесь в медузу. Когда люди познают себя, познают свое тело физически, мы сможем развиваться духовно. Вот когда ты уже начинаешь понимать, что ты контролируешь свое тело, что это не твое тело, ты начинаешь уже развиваться в другом плане. Мы сможем познавать то, что дает нам окружающий мир. С помощью йоги вы будете легче относиться к окружающему миру. Да, при помощи философии йоги, которая говорит о том, что нужно быть аскетом, нужно отказаться от вранья, от приобретения, от причинения зла, конечно, нам становится лучше общаться с другим миром. Ситуации, которые вас будут касаться. Помимо хорошего и позитивного, в этом мире есть очень много злого, плохого, очень много стрессов, стрессовых ситуаций, которым подвержены все люди. И с помощью йоги вы будете легче справляться со всеми этими ситуациями. Да, если ты аскет, если ты прошел саньяцу, если у тебя нет эрекции, если ты отказался от жены детей, то, конечно же, тебе в этой ситуации, там, где люди живут в стрессе, очень легко все это преодолевать. Потому что ты аскет йоги, нагабаба, сидишь где-то под баобабом и радуешься. Вы сможете контролировать. Изначально мы научимся контролировать наше тело, наши мышцы, физическое тело. А затем мы сможем контролировать наш разум. Ну, разум, ну, допустим, да, разум мы не можем контролировать, разум это такое разумное начало, божественное в нас, Алиночка. Но вот наш рассудок, наш ум, работу нашего ума, да, мы начинаем контролировать работу нашего ума. Как? Дыхательными упражнениями, пранаямами, задержками. Мы учимся наш ум то заставлять работать очень активно, то наоборот сделать какую-то пранаяму, и после этого ум устаканивается. Не обращать внимание на то, что происходит вокруг. На самом деле, казалось бы, что здесь такого, не обратить внимание на окружающий нас мир. Но на самом деле, если задуматься, это очень сложно. Перестать обращать внимание на то, что нас окружают. Да, перестать, ну, йога так и есть. Ты должен, отказа по телефону, там, они звонят все йогины по телефону, говорят всем, пока, 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 все. У них забирают карточку, это разрывают, и все, и привет. Ты отказываешься от мирской суеты и становишься йогиным. Постоянно рядом с нами. Тогда мы будем замечать только то, что нам нравится, и то, что нам нужно, то, что приносит нам пользу и удовольствие. Жить станет намного проще. Ну, нужно и видеть и не только то, что нам приносит пользу, и не только то, что нам приносит удовольствие, но нужно видеть и другие вещи. Нужно сожалеть, нужно жалеть, нужно помогать другим людям. Не только, Алиночка, не нужно только хватать от жизни только то, что хорошее приносит удовольствие. Жизнь человеческая, она такая многогранная. Я проверила на себе. Когда была конфликтная ситуация, и ты просто пытаешься ни о чем не думать, не вникать в эту ситуацию, как бы отпустить ее, тебе становится намного легче. Тебе даже не хочется ссориться. Вот можно провести такой эксперимент. Когда вы ссоритесь с любимым человеком, другом, родителями, во время ссоры постарайтесь успокоиться, выдохнуть, отпустить все мысли. Выдохнуть во время ссоры. Вряд ли Йогин, у него есть семья, и есть ли ссоры у Йогина. У них нет никаких ссор. Но если у тебя какие-то ситуации, то нужно вдохнуть и выдохнуть. Сделать такие глубокие вдохи, выдохи, поработать со своей параноямочкой. И уйдут эмоции, конечно. Сосредоточиться на своих эмпирических ощущениях, правильно? Поделать вдохи, выдохи, успокоить свой ум. Это поможет вам найти тот нужный путь, нужный момент, нотку, с помощью которой вы настроитесь на немного другой лад. Да, то есть Алина имеет в виду, конечно, что если во время ссоры начать прислушиваться к своему сердцу, положить руку на пульс, начать слушать свое собственное сердце, начать дышать очень замедленно или по определенным схемам параноямическим, то вы, конечно же, спокойно переживете любой стресс. И просто улыбнитесь. Да, во время ссоры не надо. Не надо, пожалуйста, во время ссоры улыбаться. Алиночка, не надо улыбаться, не надо. Вот когда вы ссоритесь, постарайтесь улыбнуться. Когда вы плачете, это на самом деле не так уж и просто. Во время негативных эмоций постараться испытать что-то положительное и позитивное. Ну не нужно в лицо человеку, с которым ты ругаешься, улыбаться. Не надо. И на самом деле это помогает и это действует. Да, дыхательные упражнения, внимание, концентрация внимания на своем собственном пульсе, координация твоего дыхания с пульсом, все это, конечно, действует. Так вот, йога, это та практика, с помощью которой мы сможем изначально управлять физическим телом, а затем управлять нашим духовным телом. И затем управлять нашим умом, затем управлять нашими чувствами и так далее, и так далее, и так далее. По-видимому, все вот это вот Алиночка называет духовными. Нашими мыслями, эмоциями, чувствами. Йога, это первоначальная практика, призвана, ну вот она не эгоистичная, но вот реально она направлена на одного человека. Видите, Алиночка очень абсолютно права, когда она говорит, что все эти практики, особенно йога, она интерспективная, она такая направленная внутрь тебя, на твои собственные эмпирические ощущения. Не на познавание мира вокруг себя, а на познавание твоего собственного чувственного мира. И на познавание мира, который вдруг открывается внутри тебя, когда ты лишаешься чувств, когда ты лишаешься ума, но продолжаешь существовать. На понимании только себя. Эмпирические ощущения. Вот Алиночке, если бы вставить ей, вернее, господи, что я такое говорю, я имею в виду дать ей возможность пользоваться правильными философскими терминами и научить ее правильно... Я прошу прощения. Я не могу избавиться от слова, которое я сказал, господи. Можно понять окружающий мир, не зная того, что хочешь именно ты. Можно понять окружающий мир. Как можно понять окружающий мир, не зная того, что хочешь именно ты. Ну, как можно понять окружающий мир, если мы, человек, не понимает сам себя еще. То есть, познай самого себя, говорит нам Алино. Вначале познай самого себя, а после этого познавай мир вокруг себя. Нужно разобраться изначально со своими чувствами, эмоциями. Молодец. Понять себя, понять свои желания, цели в жизни. Вот смотрите, какой умный, прекрасный, молодой, юный Сократ, который живет, к сожалению, где-то среди пальм. Тогда вам станет проще понимать тех, кто вас окружает. И вообще мир, который вас окружает. Вы сможете войти в любое положение, и прежде чем на кого-то... Войти в любое положение, наверное, вы тогда станете чувствовать себя более эмпатичными, помогать людям, быть сопереживательным. Разозлиться, поставьте себя на их место, прочувствуйте то, что чувствуют эти люди. Не старайтесь сразу вступить в конфликтную ситуацию, старайтесь избегать их. Именно йога поможет вам... Да, старайтесь избегать любые конфликтные ситуации, будучи йогом. То есть уходите во шрамы и отказывайтесь от мирской жизни, и живите себе на здоровье до конца жизни, будучи йогинами. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. Также можете оставить свою оценку моей практики под этим видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Да, давайте мы тоже дадим оценку Алиночке. Я даю оценку, твердую десятку. Вот я очень рад, что существуют такие простые девочки, которые очень простыми словами, без выпендрежев, говорят сразу, что она никакая не гура, она просто инструктор йоги. Но даже простая девочка, инструктор йоги, говорит нам, что йога – это большая, что асана – это не вся йога, это просто маленькие там какие-то физические упражнения. И что йога – это практика по контролю своего тела, ума и своих чувств, которые приводят к познаванию самого себя, к своим эмпирическим ощущениям. Все, спасибо большое, ребята, я за то, что если Алина приедет ко мне в Индию, и мы проведем с ней уроки какие-нибудь философские, если она начнет понимать термины философские, я думаю, что она будет абсолютно, и я надеюсь, она по-прежнему продолжает заниматься не только асанами, но уже и пранаямами, не только пранаямами, но уже пратьяхарами, и не только пратьяхарами, но уже тхаран, и уж точно дьян. Поэтому, ребята мои, мы даем твердую, я даю твердую пятерку, и пока из всех гур, которых я видел, Алина занимает у нас твердое место. Алиночка, солнце мое, продолжай, продолжай изучать и дальше практики йоги, дальше продолжай изучать и пранаямы, и чтение мантр, различные виды чтения мантр, резонансы, которые у тебя включаются. Различные резонансы в своем теле, начинай работать с нижним замком, с мулой банхой, доведи мулабанху до такого состояния, что ты почувствуешь кундалини, и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, спасибо большое за то, что вы прислали мне эту замечательную, прекрасную девочку. Все, ей ставится твердая пятерка. Молодец! Субтитры сделал DimaTorzok